готовим на даче вкусную баклажановую икру икра приготовленная на огне имеет гораздо более яркий вкус вкус дымка да и вообще готовить на даче мне кажется гораздо приятнее чем в душной квартире и сейчас я вам покажу рецепт баклажановой икры от моей свекрови по рецепту моей свекрови получается очень-очень вкусно нравится всем гостям нашим и естественно всей моей семьи даже полина ест такую икру с огромным удовольствием ставим казан у нас он примерно на 6 литров на огонь хорошо его прогреваем и наливаем два стакана масла два стакана обычного подсолнечного масла стаканы как вот такие у нас граненые стаканы ими мы меряем а это 250 250 вот получается пол литра на нашу пропорцию мы наливаем два стакана пол-литра масла наше масло раскалилась проверяем его готовность кидаем кусочек лука еще немножко пускай прокалиться хотя лучок видите сразу покрывается такой золотистой корочкой еще минуточку прогреваем масло потому что нам надо чтобы быстро быстро все это обжаривалась у нас сегодня большие планы мы делаем два захода две порции будем готовить пользуемся пока хорошая погода ну все закладываем наш лучок лука у нас бал сколько полтора килограмма лука на нас еще хорошенько смешиваем масло с луком и ждем пока лучок зазолотится правильно полезный совет от моей свекрови можно когда вы нарезаете баклажаны присыпать их немного солью и перемешивать и потом когда вы будете добавлять баклажаны уже в казан немножечко отжимаете баклажаны дадут сок и баклажаны уже будут не такие сочные и поэтому быстрее обжарится что сократит время приготовления вашей икры так что если вы не знали то возьмите это на заметку мне кажется очень хороший способ что надо делать а и больше поместиться допустим если у вас не очень большой казан то уже баклажаны не будут так много занимать место они будут уже такие привяленные и меньше займут место в казане и вот наш лучок стал золотистого цвета можно вот видите он такой уже мягкий приятного золотистого цвета можем добавлять перец перца у нас тоже полтора килограмма вот такой красный красивый перчик сладкий пока добавляем только сладкий перец ой чуть-чуть осталось сейчас сейчас досыпем чтобы ничего не пропало хорошенько размешиваем красота красота все на таком небольшом да ганьке все продолжает или достаточно большой большой вот такой у нас огонек вот часто меня спрашивают на чем у нас стоит казан вот такую самодельная подставочка очень удобная продолжаем жарить лук с перцем потом бросаю перец и тоже посолю немножечко вот положили лук немного присаливаем сейчас положили перчик тоже сейчас посолим вот такую небольшую щепотку добавляем в каждому в каждый слой каждому ингредиенту все продолжаем жарить перчик наш обжарился вместе с лучком он уже мягкий если попробовать его на вкус и начинаем добавлять отжимаем помним что мы присаливали наши баклажаны отжимаем и добавляем их в казан видите баклажанчики они уже такие не хрустящие а как будто немножечко уже такие подвяленные и баклажаны добавлены и перемешиваем с луком с перцем баклажаны продолжаем готовить дальше вот такой огонь у нас на нашу порцию икры сорвем два вот таких острых перчика и еще очень один полезный совет от моей свекрови это добавлять не свежие помидоры а сначала ту порцию которую которую вы делаете в нашем случае это полтора килограмма мы перемололи на блендере и выпаривали вот жидкость воду влагу из этих помидор с помощью мультиварки на даче это очень-очень удобно а дома можно и просто где-то в кастрюльке поставить на газ и нам нужно добиться чтобы не было вот этой такой жидкости да вот видите уже помидорки стали как томатная паста что тоже очень ускорит ваше приготовление следующий ингредиент который мы добавляем после того как наши баклажаны прожарились вместе с перцем с луком это добавляем уже как я вам показывала томатную пасту куда мы добавили острый перчик вот мелко порезанный видите какая какие помидоры уже густые это уже практически томатная паста все это вместе немножечко протушится и будем закрывать какой выход у нас получится с этой порцией я вам обязательно покажу покажу не говорила баклажан что а баклажан 3 килограмма баклажан у нас 3 килограмма но я вам напишу под видео рецепт что сколько в каких пропорциях мы готовим вот на этот ну по моему он 6 литровый этот коза насколько мне не изменяет память точно я вам прям сказать не могу ну примерно так 5-6 5-6 литров 5-6 литровый казан вот так помидорки смешиваем с остальными ингредиентами и продолжаем тушить наша икра и готова начинаем раскладывать по баночкам только не забудьте попробовать в конце на соль перец делайте по своему вкусу кто-то любит посолонее кто-то любит поострее поэтому ориентируйтесь на себя и свою семью наша икра готова и все что осталось нам разложить по стерильным банкам которые лично я стерилизую обычно в микроволновке мне это очень удобно можно также в духовом шкафу можно на чайнике в общем как вы привыкли так и делайте а мы начинаем раскладывать очень интересно сколько получится у нас на зиму баночек вот и закончилась наша консервация получился у нас выход ну примерно 4 литра готовой икры мне кажется это замечательный результат мы провели чудесное время с семьей вместе готовя эту вкусно ароматную икру а зимой мы будем наслаждаться пересматривая это видео открыв баночку икры заварив крепкий ароматный чай с лимоном и будем вспоминать эти замечательные теплые осенние дни которые подарили нам вот такие чудесные заготовки на зиму готовьте с удовольствием и пусть в ваших домах будет мир мир ваши дома пока пока